С приговором по делу охранников, признанных виновными в убийстве и превышении полномочий в Уральске, не согласны ни потерпевшие, ни родственники осужденных. Одни считают его слишком мягким, другие – чересчур суровым. Сейчас стороны подали апелляции в областной суд. Доводы сторон выслушали наши корреспонденты. В одной из адвокатских контор собрались родственники осужденных по делу охранников. Отец Аяна Кафизова, признанного виновным в убийстве и превышении полномочий, говорит, что его сын пытался помочь погибшему. Когда он привыкл сюда, они пришли за ним. Сначала один, потом мой сын. Его сняли оттуда. Его хотели снять сначала. Держит за ногу. Он не дает ногу, говорит, сын, говорит. Потом за ремень держал и его перевернул сюда. И все. Они просто помогли ему. Они же его не убили. Родственница Аяна Кафизова отметила, что следствие по делу длилось почти два года. За это время его переквалифицировали по более жесткой статье. Он почку дал. Разве такой человек может быть почку? Идти на убийство. Немножко расстроилась я. И вот, когда я на суде заметила, как он тяжело сидел, он болел. Два года сидеть? Ни за что. Адвокаты осужденных направили апелляцию на приговор в областной суд. Они просят переквалифицировать дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, «Причинение смерти потерпевшего явилась обширная рана, рваная рана, подмышечных впадинок, левого плеча и предплечье поорудениям мягких тканей и острых кровопотерей. Там других чашек телесных поорудений, которые бы нанесли бы они, таких экспертов не нашли. В настоящее время мы подали апелляционную жалобу в областный суд». Своё несогласие, но уже с мягкостью приговора выразила и потерпевшая страна. Они просят максимальное наказание для виновных смерти 32-летнего мужчины. Напомним, что 25 декабря 2019 года Куаныш Ахметов умер от большой кровопотери. Виновными в этом были названы охранники Аян Кафизов и Абзал Адилов, приехавшие на вызов в областной центр психического здоровья. Люди в форме стащили мужчину с забора из профлиста. Ещё один фигурант Абутали Конескали за превышение полномочий приговорён к 2,5 годам колонии.